Добрый день, утро или вечер, в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь. Сегодня я планирую современную азиатскую кухню. Сейчас в Москве, в частности, и не только в Москве, продолжается тренд паназиатской кухни, открывается большое количество паназиатских ресторанов. Современные мишленовские рестораны активно используют всякие умами, соусы и составляющие. Ну, а что говорить про меня, вы знаете, мою любовь большую к азиатской кухне, я хоть и не часто продвигаю, потому что мне господин продюсер говорит, ну, типа, ну что же, мы на азиатки на одной поедем. Но мне это нравится, я очень хорошо разбираюсь и понимаю вкусы. У меня сегодня спонсор Чим Чим. Под этим брендом есть огромное количество всевозможных ингредиентов, начиная от премиальных соусов, заканчивая там соевый, значит, терияки. В общем, всего, чего только невероятно много, можно увидеть, причем широко представлены в супермаркетах. У меня сегодня здесь и кокосовое молоко, и имбирь, и рис. И самое главное, что я сегодня вам покажу блюдо, которое вообще, наверное, не характерно для азиатской кухни, но это очень классная идея для домашнего стола. И самое главное, для какого-то такого авторского, может быть, романтического ужина. У меня есть говядина. Говядину я взял совершенно, как это называется, поставщик всей Руси. Вы знаете прекрасно, кто это. Значит, я выбрал говядину пожирнее. Выбрал говядину пожирнее для того, чтобы, знаете, как в японской кухне есть такое понятие вагю. Это когда говядина, ну, в смысле, корова стоит в стойле, рождается в стойле, и потом на бойню попадает из стойла. То есть, там такое количество вот этих жировых прослоек, ну, по сути, потому что животное не двигается. И это мясо ценится дороже всего в мире. Не было цели у меня там, скажем, найти его, хотя я в Москве могу найти. Оно стоит где-то 17 тысяч рублей килограмм. Зачем мне это надо, друзья? Вы что, вот нужно выбрать мясо пожирнее просто в супермаркете рядом с вашим домом. Если такового нет, ну, блин, надо тогда выбрать вырезку, потому что она будет мягенькая и вкусная. Смотрите, видите, какое количество жира в куске. То есть, это реально просто вот мраморное мясо, и теоретически можно было бы его обозвать вагю, потому что для этого блюда мне понадобится именно жирное мясо. Жирное! Все, я его зачистил, и теперь нужно опластануть мне его так, чтобы у меня получился такой, знаете, брусочек. Вот так вот я его вдоль разрежу, чтобы было удобнее обжаривать. Сюда складываем говядинку. Два кусочка таких, ну и, соответственно, два кусочка таких. А вот этот вот я разрежу. Так же. О, смотрите, видите, жир прям сплошной. Жир, жир. Госточку я пока что убираю. Значит, когда вы, я обращаюсь сейчас к женщинам. Когда вы убираете кухню после того, как ваш прекрасный муж, кормилец семьи, приготовил что-нибудь вкусненькое, убираете кухню в второй день, я всегда говорю, если такое происходит, то, значит, ваш муж не повар, и, наверное, нескоро им станет. Потому что главная задача повара, это аккуратность. То есть, когда вы что-то делаете, нужно сразу же за собой прибирать. Далее вот что происходит. Значит, я заранее перед роликом сварил рис. Рис для суши в пакете, кстати, такого отборного риса я не видел ни разу. Смотрите, как меня научили узбеки определять, подходит и рис для плова или нет. Нужно разложить небольшую щепоть риса на ладони и поглядеть, нет ли ломаных кусочков риса. Если все рисинки одинаковые и одной формы, это значит, что во время варки не будет одна маленькая крупинка развариваться в хлам, а вторая оставаться сырой. То есть, он будет провариваться равномерно. Как варить рис вы знаете, ссылочка внизу. У нас есть ролик специальный, рассказывающий, как варить рис. Я отварил рис и хочу его приправить. Значит, так как я сегодня делаю тако, слово не подходящее для азиатской кухни, а больше для мексиканской и латинской Америки, да, то просто рисом мне не обойтись. Во-первых, мне нужно сюда добавить соль. Небольшое количество. Сразу соль добавляю на мясо. Значит, обязательно вот сюда нужно добавить кокосовое молоко. Всегда перемешивайте кокосовое молоко. Тут недавно пишет мне одна подписчица, разогрелась сковорода, дымок аж пошел. Подписчица пишет, я купила молоко, фотку присылает, а там банка открыта, и она так коврнула ложечкой, там такая плотная масляная пробка. И она говорит, слушай, это не молоко, это какое-то то ли масло, то ли что, ну на банке написано молоко. Я говорю, слушай, надо перемешать как бы, потому что очень часто вода, это же вода, вода плюс кокосовая мякоть. Вода отслаивается вниз, а жир весь поднимается наверх. И если банку не трогали долгое время, дуйся. Я понимаю, что вкусно пахнет, все варится, жарится, парится, но ты помалкивай. В общем, нужно эта ложка все перемешать или отковырять, значит, вот эту масляную пробку, потом долить жидкость. Значит, или нужно взбалтывать перед тем, как открываете. Значит, кокосовое молоко имеет очень ореховый сладкий вкус, именно сладкий. Поэтому не перебарщивайте буквально 4 ложки. У меня здесь было 100 граммов сухого риса, 4 ложки я добавляю сюда кокосового молока и чуточку рисового уксуса, которого у меня, по-моему, хрен да ни хрена. Ну, слушайте, раз у нас современная кухня, значит, можем добавить лимон. А где лимон, 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 вот он, вот он лимон. Значит, обязательно лимон вместо рисового уксуса добавляем, выжимаем хорошенечко. И этот кусочек я оставлю себе на чай. Я такие штуки не выбрасываю. Все нужно тщательно перемешать. Соли мало. И знаете, что сделаем? Чего мне не хватает? Мне не хватает для жизни цедры лимона сюда. Не очень подходящая терка для цедры лимона. Коконат лимон райс. Есть такие видеоролики про еду. Окей, этого будет достаточно. Тут буквально там на кончике чайной ложки. Супер. Неудобно просто тереть этой теркой, ужасная. Она для морковки. Для нашей российской, советской кухни. Значит, нужно немножко прогреть для того, чтобы рис впитал в себя кокос на слабом огне. Кстати, вы знаете, почему японский рис клейкий? Помимо того, что там есть достаточное количество крахмала, и варится он обязательно на выпаривание. То есть, крахмал при свободном кипении, как вот в моем ролике, я там не помню, объясняю или не объясняю, что при свободном кипении большое количество крахмала уходит в воду, которую вы потом сливаете. То есть, чтобы сделать рис более рассыпчатым, его можно варить в свободной воде. А чтобы его сделать более клейким, его нужно варить на выпаривание. Так вот, помимо крахмала, еще мы же заправляем сахарно-солевой заправкой. Кстати, я сниму отдельный ролик про то, как подготовить рис для суши, как сделать заправку. Я сам суши не люблю и не делаю, и не буду их делать, но рис для суши, это вообще гениальная история. Это реально очень вкусно. Я очень... Я в некоторых... На некоторых ужинах использую рис для суши как гарнир. И люди такие говорят, что такой вкусный рис такой. Что это такое? Я говорю, да я просто рис для суши взял и его, значит, превратил, значит, в еду вкусную. Так, имбирь. Маринованный имбирь любят все, кто когда-либо ел суши. Кроме меня. Я имбирь в мирное время не покупаю, не ем. Да? Но когда я ем суши, я обязательно чуть-чуть самую капельку кладу на суши, потому что придумали японцы молодцы, и весь мир это ценит и любит. Вот имбирь, который... Я не знаю, как они его маринуют, честно признаться. Почему он красный? Наверное, что-то добавляют. А если почитать? Кислота лимонная, значит, и еще... Значит, там сахар должен быть, еще что-то. Я делаю так. Когда мы делаем современную японскую кухню, и... И, вернее, азиатскую, и не используем каких-то классических форм, хотя, по сути, она у нас классическая форма, да? Давайте сделаем так. Нужно вот этот имбирь мелко нарезать, чтобы он удобнее лежал у нас в тако. Вот так вот, соломкой. Это сюда. Значит, рис прогрелся, кокосовое молоко впиталось. Цедра, кстати, вот, знаете, бывает такое. Кому не нравится вкус, вот этот вкус кокосового молока, ну, бывают такие люди. Вот добавляйте туда побольше цедры, и вы поймете, насколько цедра лайма или лимона, а может, и лайма, и лимона дает вот этот вот совершенно шикарный, гасит шикарно кокосовый привкус, да? У меня была рукула. Значит, и вот какой элемент, я решил использовать. Стебли рукулы очень часто обрезают, выкидывают. А если мы их используем по назначению, в еду, мелко порубим и дадим хруст, свежесть некую. Значит, я добавлю это в рис чуть позже, когда у меня рис остынет. Значит, сковородку нужно хорошенько раскалить. Принцип обжаривания говядины там в Агю или вообще в азиатских странах. Максимально мраморная история. И, значит, быстро обжаривают. Оно внутри должно быть сырое. Конкретно сырое. Потому что вот эти вот отрубы, например, альтернативные, которые взял я, например, как он называется, Денвер. Если его жарить медиум, медиум Вэл, это будет жесткая подошва. Многие альтернативные отрубы жарятся очень быстро. Поэтому и брусочек у меня, видите, тоненький такой. То есть не надо там такой куски брать, жарить там термометр в него на 2 часа. Это все можно обозвать стейком минуткой и быстро его обжарить. Все, потом это все будем нарезать. Далее сковородка раскаляется. И погнали. Я масло на сковородку не лью, потому что жирная говядина. О, хорошенько разогретая сковородка дает потрясающий результат. Сейчас у меня Дуся с Алисой с ума сойдут от таких ароматов, потому что вкус говяжьего жира, который жарится на раскаленной сковороде, он непередаваемый и ни с чем не сравнимый. У нас почти все готово. Осталось только нюансы. Значит, в Японии очень популярно суши с вагю, с жирной говядиной. Его горелочкой обжигают и подают, так же макаешь и ешь. Ну, то есть сырое мясо. Значит, у меня вот возник вопрос. Почему у нас вот в доставках суши нету вот таких штук? Наверняка я уже вижу, как вы пишете комментарии, да, типа можно просраться, еще что-нибудь после таких суши. После этих-то наверняка там не сладко бывает некоторым людям, да, с рыбой. А тут еще сырое мясо, типа, бахни в суши. Но факт остается фактом. Надо следить за качеством. Мне кажется, так. Так, я перекладываю тарелочку в тарелочку, мяско в тарелочку сюда. Пусть оно отдыхает, прогревается. А вот сюда, знаете, что я добавлю? Я сюда добавлю маленький кусочек сливочного масла. Вот такой кусочек сливочного масла я вот сюда добавлю прямо к мясу. Пока оно горячее, масло сейчас растопится. Вы потом поймете, для чего я это сделал. Так, сковородку я выключил. Значит, добавляю дополнительные кусочки мяса, оставшиеся в сковородке, вот сюда. Пусть масло тает, мясо отдыхает. Вот сюда, то бишь в рис, я добавляю рукулу. И размешиваем рис. Тщательно у нас получается вот такой вот кокосовый рис с рукулой и цедрой лимона. Это готово. Значит, это готово. Все лишнее убираем. Давайте начнем с самого жирного кусочка, вот тут, который лежит. Так, нужно посмотреть. У нас волокна идут прямо, да? Значит, будем резать его наискосок. Вот оно получается такое. Медиум рэ внутри. С хрустящей корочкой снаружи. Я его прекрасно запечатал, да? На сухой сковороде. Складываю сюда, обратно. Во-первых, к теплому мясу. Во-вторых, к маслу. Вот задачка для детей, кто из них. Двоих еврей, да? Вот так, поперек волокон нам нужна. Это все резать раз. Ой, это шикарно. Алиса прибежала, посмотрела, такая поняла, что ей ничего не светит. И, слушайте, жирная говядина, это, конечно, просто какая-то песня, сказка и присказка вместе взятая. Я такие штуки люблю. Теперь, когда у нас есть мясо, раз у нас тут, раз пошла такая пьянка, как говорит моя мама, режь последний огурец, значит, нужно перемешать. Во-первых, сок, да, из мяса выделился. Смешался со сливочным маслом. Тарелка нагрелась, потому что она металлическая, вот мясо, всего прочего. Сливовый танкацу. Танкацу вообще соус для мяса. Японский классический соус для мяса. Я, честно признаться, не уверен, что он подходит для рыбы. Но вы знаете, русские люди любые соусы используют для любых ингредиентов. Поэтому то, что написано на нем для мяса, именно для говядины он вообще существует. Я думаю, что никого это не остановит использовать его, блин, для макарон с сыром, еще для чего угодно. То есть вот небольшое количество, два раза там по неполной ложке, я выливаю сюда и смешиваю теперь все это буйство красок и вкуса, чтобы получились такие нежные, вкусные, ароматные кусочки говядины. Вот, они, соответственно, полностью готовы к употреблению. Оп. Класс. Ммм, когда мясной сок смешивается с кислотой, сладостью сливы. И здесь же еще в танкацу не только слива, здесь еще, значит, и должен быть уксус, да, и еще должно быть соевый соус, и соевые бобы, и пшеница, и устричный экстракт, томатная паста. В общем, это некий такой барбекю, только джапон стайл. Много ингредиентов всяких разных там. Теперь пора все это выкладывать. Давайте по-японски как-нибудь, по-азиатски сделаем это все по-настоящему. Вот это у меня здесь нори лежат, водоросли нори. Вот такая пачка, как вы видите, по некой обсыпке они уже со вкусом. Это продается как снеки, то есть вы можете купить, просто есть. Я подумал, если это снек по сути, то почему бы из него не сделать закуску тако, да? Это же как некая лепешка с начинкой, вы ее раз и туда. Давайте сделаем так. Сделаем, поставим два тако. Вообще по всей японской сути и смыслу нужно делать одну, как бы, позицию. Все, тарелочка небольшая, одну позицию. Значит, сюда мы выкладываем рис. Все должно быть аккуратно, по-азиатски. Рис, кстати, плотный, блин, но он вообще не разварился ни капли. Я когда умешал, думал такое, думаю, неужели там что-то могло не довариться, не? Все сварилось идеально. Вот смотрите. Значит, лишние рисинки подобрали. Это такая фингерфуд, это можно все делать быстрее, можно руками лепить, складывать и так далее. Я все-таки такой, за искусство. Мне очень нравится азиатская кухня с точки зрения того, что это целая философия. Вот имбиря мы добавляем. Получается очень колоритно. Темная, голубая тарелка темная, значит, нори, белый рис, зеленые вкрапления, оранжевый, красный. И обязательно мы сюда выбираем кусочек. Почему я порезал вначале вдоль, потом обжарил. Для того, чтобы у нас кусочек говядины был похож, как рыба на суше. Вот отсыл туда же ведь идет. Это все, господа. Ну, в смысле, все. Я имею в виду, я показал, как это нужно выкладывать. Теперь я просто соберу несколько штук для того, чтобы пожрать. Ну и, соответственно, вариант подачи может быть еще вот такой. Значит, что делаем, как пробуем, берем в руки, как лепешечку таку, подворачиваем и... И все складывается. Все понимание азиатской кухни в этом маленьком закусончике. Ну, а тут раз можно и саке подлить, если кто практикует. Шикарно! Только запомните важную вещь. Мясо перед тем, как я его стал жарить, у меня продлежало 2 часа при комнатной температуре. Оно нагрелось. Его очень удобно жарить, потому что оно не холодное. В остальном все довольно просто. Все готовое. Приправили, отварили, положили и отправили на стол. Гости будут максимально довольны, я вас уверяю. Если вы не знаете, где найти чим-чим, то лезьте на Озон. На Озоне представлена вся продукция. И они делают очень хорошие скидки. Да, я чуть не забыл. Спрашиваю вас. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Я хочу с чим-чимом сделать прям ряд роликов про азиатскую кухню. Разные. Там будут и современные азиатские блюда, и какие-то аутентичные, скорее всего. Напишите. Да, нет, мы посчитаем примерное количество голосов и примем решение. Да? Приятного аппетита, господа. Я перехожу к самому важному доеданию. Пока!